всем огромный привет добро пожаловать на мой канал рада вас приветствовать у себя в гостях на очередном недельном обзоре из магазина секонд-хенд первым делом заглянула в сеть мир это уже распродажа 221 гривна за килограмм спрашиваете какая моя любимая сеть я нет любимых сетей я посещаю разные магазины потому что ассортимент каждый раз разный мне больше нравится малиновский район для тех кто из одессы черемушки там много магазинов они как-то рядышком находятся и можно за один день посетить сразу несколько магазинов собственно в этот раз я так и сделала в этом видео все посещения в один день эти слайдеры я купила это next аля биркеншток они кожные хорошего качества можно сказать уже база и эти мюли от bugatti я тоже купила мне очень нравится их лососевый оттенок камера немного его искажает но это самый благородный оттенок на мой взгляд в этой категории и они идеально выполнены во всех отношениях очень удобная и каблук устойчивый также я купила вот это платье она из муслина имеет такую красивую смятую текстуру выглядит очень стильно самое главное еще что не нуждается в глажки мягкий такой приятный легкий материал он обеспечивает свободу и легкость движения максимальный комфорт и мне понравился фасон я купила без примерки то что такие платья отлично садятся на любую фигуру платье висела на люксе 600 гривен за килограмм также на люксе висели эти два новых халата мне понравился вот этот лавандовый такой приятный оттенок и я люблю вафельные халаты это стопроцентный хлопок понравилось что ткань и рыхлая не сильно грубая не плотные такие халаты очень уютные и выполнены качественно свадебное платье в секонд-хенде тоже можно встретить еще мне понравился вот этот жакет это скорее фраг он из стопроцентной шерсти кое-какие детали нуждаются в ремонте но выполнен он очень качественно и выглядит как какая-то дизайнерская вещь люксовая на шильде указан бренд андерсонс я не знаю может быть я ошибаюсь но этот бренд насколько мне известно изготавливает изделие из кож галантерей ремни аксессуары кошельки не знаю как этот фраг оказался в списке может быть я ошибаюсь может это другой бренд если знаете пожалуйста напишите если присмотреться к бирке то она очень похожа на принглов скотланд даже шрифт такой же я взяла на примерку но он совсем не сел мне кажется он рассчитан на рост от 175 сантиметров еще мне понравился вот этот костюм он мужской небольшого размера это скорее всего xs мужская но такие костюмы отлично смотрятся на женской фигуре здесь 40 процентов шерсти остальное полиамид и полиэстер брюки защипами просто идеально к сожалению нашла дефект очень жаль потому что видно что ткань плотная она хорошо держит форму и костюм не будет висеть тряпочкой а очень хорошо сядет на фигуре увы еще взяла вам показать вот такие туфли это уже люкс следующий магазин сеть сеть сети сеть smart store тоже не день завоза в этот день цена за килограмм составляла 653 гривны туфли мужские выглядят очень эпатажно в этот день было много обуви несколько пар я купила и еще несколько пар мне понравилось на эксклюзиве я за ними вернусь когда они перекочуют в люкс и и и и и и и секонд-хенде чего только нет вот такой шатер балдахин москитная сетка не знаю как правильно назвать но что-то от комаров это икея у них из этой же ткани есть тюль и он прекрасно смотрится на окнах такой нежный воздушный я себе и в новый дом тоже заказала кстати заглядывайте на второй канал там у нас с вами ремонт на строительные влоги скоро будем обустраивать наш новый дом ссылку как всегда оставлю в описании под видео также оставлю ссылку на свою страничку в instagram где я продаю вещи заглядывайте будем с вами дружить давиду купила одну пару из этих конверсов с жуками вторые немножко на вырост через год будем носить всегда беру на вырост если мне что-то очень нравится потому что дети растут быстро также висела вот эта сумка от карен милин качество всегда отменное у этого бренда я и не купила потому что на камеру вот сейчас не видно на самом деле есть пятно на дне и она заметна в жизни не знаю почему камера в этот раз не показала обычно она такие моменты проявляет сразу если бы просто на дне ладно но она еще перетекает фасадную часть сумки я ее не купила сейчас думаю надо было взять и поэкспериментировать попробовать все-таки вывести это пятно потому что в остальном она прекрасна затем мне понравились вот такие лофер от vagabond они мужские и я уговаривала мужа их купить но он такую обувь не носит к сожалению выглядят они супер стильно тяжеловатые конечно размер 43 они новые но нуждаются в чистке не из натуральной замши подошва супер твердая верхняя часть замшевая очень мягкая и я думаю что они удобны в носке не могу равнодушно смотреть на малышковую обувь понравились и кеды он все вот эти маленькие от zara также вот эти adidas superstar я за ними вернусь когда они перекочуют в люкс пока они на эксклюзиве а это тяжелая обувь наверное на люксе я их куплюсь конечно они меня дождутся такая же история с этими от кларкс они конечно нуждаются в чистке но кожа здесь шикарная просто я их почищу надеюсь еще я купила вот эту сумку назвала ее условно капелькой очень тактильно приятная на ощупь кожа и на на первый взгляд минималистичная но есть детали вот этот камень и как она выполнена и оранд интересные сочетания молочной кожи с оранжевой выглядит она стильно на мой взгляд бренд указано бара сделано в если знаете что за бренд пожалуйста напишите но мне кажется что это что-то стоящее затем висела вот эта сумка аляра альфлора но можно было даже не прикасаться чтобы понять что это не оригинал у нас на седьмом километре таких пруд пруди и что удивительно висела она на эксклюзиве также на эксклюзиве были вот эти подростковые кроссовки от ted baker очень редко я встречаю обувь от этого бренда крайне редко чаще всего сумки кошельки и действительно было много обуви в этот раз даже если учесть что это не день завоза также я купила вот эти домашние тапочки они из натуральной замши я их почистила они стали выглядеть как новые и еще вот эти кроссовки я купила я люблю эту модель сама ношу эту модель с удовольствием это adidas они кожаные буквально неубиваемые и это база тоже еще мне понравились вот эти лофер и hotter но я почему-то не купила а потому что они на эксклюзиве я за ними еще и вернусь мне еще понравилась вот эта дубленочка косуха и размер и форма не понравился красный мех это что она не кожаная я в поисках подобные кожаные хорошего качества но должна признать что мех здесь неплохой такой набитый выглядит довольно натурально еще вот такая курточка шубка тэдди тоже хорошо выглядит это zara похоже что она вообще новая обычно в секонд хенде такие встречаются унылые а здесь прямо интересная и фасон и цвет и состояние размер xs затем перебираемся с вами в сеть магазинов british mix он прям рядышком находится с магазином smart store поэтому мне удобно туда ходить это уже был день завоза только не первые часы а где-то к 12 часам я подошла там же все было навалено вообще какой-то хаос надо было либо к открытию приезжают либо к вечеру тоже заинтересовало несколько сумок вот эту я купила ее я уже продала она кожаная новая такая в стиле кэжуал в цвете кэмал кожа хорошего качества не пересушенная мягкая сумка для повседневной носки сумка стоила 900 гривен скидок никаких не было вы меня просите называть цены там где они указаны я не буду говорить потому что их видно а если цены за килограмм то буду просто произносить за килограмма вы уже ориентируйтесь потому что с каждой вещью к весам подходить как-то неудобно эта сумка тоже новая она мне понравилась своим оттенком редко мне встречается такой цвет покупать ее не стала потому что форма не понравилась а предыдущую не купила так как там были пятна и там такая кожа с которой очень тяжело выводится пятна еще понравилась вот эта юбка мини она замшевая выглядит отлично я мини не ношу для магазина покупаю только то что сама бы носила собственно поэтому и не купила затем я купила вот этот кошелек это биба но он из натуральной кожи как же мне нравится тиснение у этого бренда она какой-то магическое кошелек новый и очень вместительный еще мне понравилась вот эта сумка майкл корс но мне показалось что цена завышена хотя качество отменное состояние отличная сумка заслуживает внимания ну дороговатенько 2 500 она стоила еще одна сумка заслуживающие внимания вот такая малышка доктор мартин сумка новая цена ее 1250 гривен она из натуральной кожи выглядит очень минималистично я кстати не проверила помещается ли в нее телефон потому что это одно из условий выборе сумок но самое главное что она не такая брутальная не такая тяжелая как обувь от доктор мартинс также мне понравился вот этот шоппер он новый с такими пчелками если знаете что за бренд пожалуйста напишите то что выполнена она очень качественно продумано в ней можно носить тяжести и по назначению использовать такой у нее веселенький жизнерадостный принт также я посещала магазин хумана это был другой день день завоза я вышла только с одной вещью с этой курткой но считаю сходила не зря так и куртка хорошего качества из натуральной кожи кожа очень тактильно приятная мягкая на ощупь не шуршит не издает никаких звуков сзади на шнуровке выполнена очень интересно с использованием хорошей качественной фурнитуры редко конечно в хумане встречается натуральная кожа жаль что там вообще нет сумок и аксессуаров ремней там например но все равно туда хожу за верхней одеждой потому что там иногда можно найти что-то стоящее по-настоящему у нас нет магазинов хумана винтаж но мне девочки из европы скидывали фото своих находок ну это нечто такие эксклюзивные вещи можно найти так что если вы живете в европе вам крупно повезло приятного аппетита Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...